Я же проживаю в Тепличном, у нас по штампу работать вообще не хочет абсолютно. Не носят извещения, не носят письма, не носят квитанции. У меня, например, лично такая ситуация произошла, что 20 апреля 2021 года арестовали мой расчетный счет арбитражным судом. Я, конечно, сначала не поняла, что это происходит. Когда начала выяснять, получается, что рядом с моим рабочим местом у меня витрина, где я торгую курицей на рынке, недалеко от моего места метров 30 в павильоне произвели контрольную закупку на факт выявления поддельных игрушек и борьба с защитой авторских прав. Продавец продал игрушку-шар с изображением три кота и почему-то предоставил товарный чек с печатью, на который мои реквизиты. Подписи и почерк, описание, просто игрушка написана, не совпадает с почерком моего сотрудника и, соответственно, моё тоже, это не моя роспись. По этому делу было бы, истец предоставил материалы, диск с видео, плюс товарный чек в суд. Суд состоялся в январе 2021 года. Без меня, без моего участия, так как я не знала, вынесено было решение не в мою пользу, мне не пришло ни о том, что назначен был суд, не принесли мне извещение о том, что есть решебное уже судебное решение. Я пострадала из-за того, что почта не выполнила свои обязанности, халатно отнеслась к своим обязанностям. Как они сообщили мне, сообщило руководство почты в письме о том, что они опросили почтальона, и почтальон уверил их в том, что 31 декабря приходил ко мне и пытался мне вручить, но так как никого не было дома, опустил извещение в ящик. Ну, я была дома с детьми, готовила праздничный ужин, и, в принципе, я не могла не услышать, если бы мне кто-то пришел. Конечно бы, если бы это извещение было бы в почтовом ящике у меня, естественно, я бы его отреагировала, пошла бы на почту и забрала бы извещение. Я не могла не отреагировать. У нас тоже произошла ситуация, и было неоднократно. Мы страдали от халатности нашего отделения почты. Лично у меня был случай. Я обучалась онлайн в Нижегородском институте, было повышение квалификации, и ожидали диплом по почте нам отправили. Потом приходит на электронную почту письмо, что мой диплом был отправлен обратно, по той причине, что истек срок хранения. Но мне извещение не приходило. Теперь у меня нет оригинала этого диплома. Мне нужно опять искать какие-то ходы, чтобы его мне прислали. Но уже оттуда мне никто не отвечает, поэтому вот такая проблема. Еще у меня муж занимается фотографией, и он очень часто заказывает какие-то свои товары для этого. И вот недавно то же самое у нас произошло. Один из таких товаров, фото вспышку, которая стоит достаточно хорошую сумму, отправили обратно, потому что не пришло извещение. За какую-то там ерунду вернули деньги, ну а вот за такие товары нет. Поэтому вот мы пострадавшие. Ну вот еще общий момент, ну как бы постоянно путают квитанции, не приходят тоже извещения, ну какие-то мелкие пакеты не бросают в почтовый ящик, заказанный с Алиэкспресса или откуда-то с других сайтов. Мы, жители своей страны и своего города, хотим обратиться к главе отделения, к главе почтампа, главпочтампа, чтобы почты России, чтобы навели порядок, чтобы прекратили этот беспредел. Почему они не могут признать своей вины? Потому что именно из-за вины их сотрудников мы пострадали, мы потеряли деньги, мы потеряли нервы, мы не можем, я, например, лично не могу восстановить срок, потому что из-за их халатного отношения, у меня вышли все сроки, чтобы защитить себя. Я не могу защитить себя теперь в суде, я не могу подать апелляционную жалобу, они не хотят признавать то, что да, мог быть такой случай, а он реально есть такие случаи, и, как мы видим, ни один и ни два. Я неоднократно писала претензии на почту в главпочтампа, для того, чтобы они разобрались в ситуации сложившейся. Но почта дает мне отписку, я считаю, что это отписка, о том, что письмо, которое пришло мне, судебное письмо, пролежало положенный срок у них в отделении, и они его вернули назад в суд. Но мне, я не знала, что это письмо лежит. Если бы я знала, что лежит такое письмо, что идет такой процесс, я бы, конечно, пошла. Но извещения, так как мне не было, так как мне не принес почтальон извещения, я об этом не знала. Хотя почта пишет мне о том, утверждает в своем письме о том, что почтальон приносил письмо, извещение и ложил мне в ящик. Из-за того, что почтальон так халатно отнесся к своей работе, я не смогла пойти в суд, не могла защитить свои интересы. А теперь то, что они не добросовестно выполнили свою работу проверяющей, которым я претензию предъявляла. Я считаю, что они ее просто сделали отписку и не провели должным образом проверку. Я не могу подать апелляционную жалобу и вернуть свои 120 тысяч, на которые, в принципе, можно сказать, что меня наказала. Указал почтальон.